Гран-при по художественной гимнастике насчитывает уже больше 20 лет. С тех пор, как Европейский гимнастический союз принял решение о проведении этих престижных соревнований. Именно с того момента Россия, как страна, в которой родился этот красивейший вид спорта, ежегодно открывает серию гран-при. В Москву съезжаются лучшие из лучших спортсменок более чем из 45 стран мира. Поэтому программа очень сложная. И в групповых упражнениях сложнейшая программа. И в индивидуальной программе очень интересные, сложные композиции. Поэтому над ними работать надо очень много. Из многих стран могут выступать по две гимнастки. И от нашей страны еще может выступать одна действующая чемпионка мира. И еще плюс две гимнастки, как проводящая страна. На тренировочной базе художественной гимнастики подготовка к первому международному старту нового сезона началась сразу после чемпионата мира 2015. Выбор музыки для новых программ, постановка композиций и тренировки, тренировки, тренировки. Я встаю примерно в 8 часов. Встаю, делаю измерения, которые показывают мои жизненные нормы. Как готовы к тренировкам или нет. У нас есть специальный компьютер, называется Омега. Он показывает психологический уровень, уровень подготовленности, общее состояние. То есть все нормы показывают, чтобы можно было знать, какую нагрузку давать. Например, если он показывает 20% по кинтеновым, то надо снизить нагрузку. А если 100%, то тренер видит, он может сказать, что вот гимнастка настроена сегодня весь день пахать, пахать и пахать. День начинается с хореографии. Ровно в 9 утра. Спортсменки переходят в зал. И здесь на 4-х коврах идет работа над новыми композициями. Обруч, булавы, лента, мяч. Полторы минуты каждая композиция и 2,5 минуты в групповой. Здесь 2 упражнения, 5 лент и 6 булав, 2 обруча. Гимнастический зал. 4 ковра, 13 на 13 метров. На каждом ковре тренер тренирует своих спортсменок. То есть тренеры очень хорошие, старательные, фанатичные, можно сказать, преданные своему делу. Практически на всех тренировках присутствует главный тренер сборной, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Главное слово в составлении программ и общее руководство всеми тренировками принадлежит ей. Но с Ириной Александровной всегда работаем дольше, потому что она каждый момент, каждую точку она разбирает и перебирает. Сейчас новые программы отрабатываются только по частям. Полные прогоны будут позже. Да, пока по частям, но хотелось бы уже собирать, потому что время поджимает, скоро старты.